Добрый день, дорогие друзья! В выставочном зале Дом Широкого продолжается выставка заслуженного художника России Федоренкова Юрия Александровича. Выставка называется «На встречу юбилею». Это юбилейная выставка Юрия Александровича, которая посвящена его 85-летию, 50 лет из которых он посвятил именно творчеству, именно картинам. На выставке представлено более 150 работ Юрия Александровича. И специально для вас в течение нескольких дней, в таком онлайн-режиме, мы будем продолжать транслировать вам его работы. Поэтому устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Во время просмотра картин нам бы хотелось зачитать для вас некоторые воспоминания из жизни Юрия Александровича от первого лица. Когда мне было 3 или 4 года, я любила играть на детской гармошке и подметать коридор. Когда же я немного подрос, желание играть на гармошке куда-то отпало. А вот краски, которые купила нам мама, мне и брату Анатолия, запомнились надолго. Их, правда, у нас скоро отобрали, потому что мы с ним были не совсем аккуратны и всегда умудрялись сильно перепачкаться. Но, несмотря на это, я помню, как частенько заглядывал на палате посмотреть на спрятанные краски. Они часто снились мне во сне. Во время войны, когда мне попадался карандаш, я, как и многие мальчишки того времени, любил что-нибудь нарисовать. Конечно же, больше всего я рисовал танки и машины. Когда же я сумел купить себе собственные акварельные краски и альбом, то первый рисунок в нем мне нарисовал отец. Мебели у нас тогда почти не было никакой, кроме кровати с сеткой и маленького табурета. Помню, как отец положил на табурет краски, альбом и стакан с водой. А сам сел на другой маленький табурет и стал рисовать по памяти свой дом, в котором жили его родители с младшим братом и сестрой. Рисовал он очень долго, дымя папиросы. Но потом это занятие ему просто надоело. Тогда альбом я стал заполнять своими рисунками. И опять я рисовал танки, машины и разные сражения. Только что закончилась война. На рынке часто продавали нарисованные ковры, как в фильме «Операция И». Я подолгу стоял и любовался этими коврами. После тяжелой войны народ тянулся к прекрасному, и многие старались, как могли, украсить свои жилища. После окончания школы я приняла решение поступать в художественное училище. И потому все свободное время посвящала рисованию. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами виртуальную экскурсию по выставке замечательного художника Федоренкова Юрия Александровича на встречу юбилея. Ну а пока вы наслаждаетесь картинами замечательного художника, мы продолжаем воспоминания художника от первого лица. В Риткацкой фабрике был клуб. Там работали художники, которые рисовали портреты вождей и выполняли оформительскую работу. Я всегда любил подолгу стоять и наблюдать за их работой. Мальчишки во дворе гоняли мяч. Я тоже с ними играл, но большую часть свободного времени я проводил за красками. Мне подсказали, чтобы научиться рисовать, надо рисовать с натуры. В школе на уроках рисования учительница не могла нас этому научить. Примерно в 1948 году в городе появился мальчик с альбомом и красками, который рисовал на улице. Я подолгу за ним наблюдал, а дома пробовал сам что-то изобразить. После я узнал, что его зовут Михаил Куприяшкин. Он занимался в ИЗО-студии в городе Подольске, а затем переехал жить в наш город. Мы с ним познакомились и подружились. Он показал мне, как надо правильно пользоваться масляными красками. Когда в нашем клубе объявили, что идет запись в ИЗО-кружок, я решила записаться и туда. На первое занятие пришло много народа. Нас усадили за мольберты, которые я до этого никогда не видел. Мы прикрепили листы серой бумаги и начали рисовать углем натюрморт, используя тряпку как ластик. Нашим преподавателем был Иван Федорович Арефьев. Он нам рассказывал, как надо начинать рисунок и для чего надо рисовать незамысловатые предметы – черную бутылку и кружку. К сожалению, в этом кружке я прозанимался только два занятия. Но я очень хотел учиться рисовать. В школе среди своих товарищей по классу я выделялся. В пятом классе рисование у нас вел Александр Степанович Дерябин. Другим учителем по рисованию тоже был Голубков Владимир Николаевич, который предложил записаться в ИЗО-кружок в Дом пионеров. Где преподавал очень талантливый педагог Менгель Наумович Хаэт. Это был мой любимый педагог. У нас сложился очень хороший коллектив. Летом мы выходили в лес писать этюды. А по пути домой голодные и уставшие, но довольные заходили к педагогу и показывали свои работы. Он со своей супругой прежде всего усаживали нас за стол и угощали, чем могли. А после смотрели наши этюды и давали советы. Мы чтенько рисовали в этом саду. В нашу компанию любители рисования в то время входили Титов Николай, Петров Юрий, Прилепский Анатолий, Куприяшкин Михаил, Костюков Владимир и я с братом Анатолием. Юрий Александрович Федоренков родился 13 октября 1935 года в городе Ярцево Смоленской области. С 1946 года живет и работает в подмосковном Павловском посаде, член Союза художников России. Вся жизнь Юрия Александровича связана с творчеством и изобразительным искусством, которому он посвятил более 50 лет. Будучи учеником пятого класса общеобразовательной школы, он впервые встретился с Кистью и Мольбертом в изокружке Дома пионеров. Проходя воинскую службу в рядах Советской армии, а затем работая на производстве, Юрий Александрович продолжает постигать азы художественного мастерства. В 1959 году поступил в Московское художественное училище памяти 1905 года, где и раскрылось его природное дарование как художника, его склонность подмечать и передавать на холсте уникальную красоту и неподражаемость русской природы. В училище также проявились его неузаурядные педагогические способности, которые он с успехом реализовал после окончания учебного заведения, работая учителем изобразительного искусства в общеобразовательных школах города Павловский посад. Потребность в совершенствовании профессионального мастерства привела Юрий Александрович в Московский государственный заочно-педагогический институт. Огромное влияние на его дальнейшее творчество оказали такие мастера-педагоги, как Александр Иванович Локтионов, Глеб Борисович Смирнов, Федор Александрович Мадоров. В период обучения академик Локтионов неоднократно отмечал Юрия Федоренкова как одного из самых перспективных живописцев из числа тех, кого маэстро российского искусства доводилось обучать в качестве преподавателя за последнее время. В своем творчестве Юрий Александрович исповедует традиции русской реалистической школы. Много работая в жанре пейзажа, художник нашел свой индивидуальный, неповторимый стиль. Его картины насыщены особым колоритом. В них искренность, душевная теплота, пронзительная любовь к родной земле, к своему краю. В своих полотнах он стремится воссоздать утраченную урбанизацию, первозданность старого города, окрестных деревень. Работы художника подкупают особой одухотворенностью. В многообразных пейзажах читается любовь к родным местам, восхищение красотой окружающего нас мира. Работы художника рождают самые различные чувства, от беспредельной любви к родному краю нежности и грусти, до чувства восхищения и душевного подъема. Еще великий русский художник Василий Суриков говорил, есть колорит – художник, нет колорита – не художник. В творческих работах Юрия Федоренкова колоритное лицо. Он – художник от Бога. Его картины – гармония русской души. Александр Бенуа не случайно говорил, что русское искусство – это и есть тайна красоты и гармонии Божьего мира, отраженного русской душой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова